С приятным обхождением редко обладают добродетелью или человеколюбием. Люди, говорящие цветисто и искусно, с приятным обхождением, мягко стелят, жестко спать, редко обладают добродетелью и человеколюбие. Это интересно понять, что приятная речь имеет разные оттенки. Я знаю одного великого человека, великого духовного учителя, он написал книгу «Путешествие домой», Радханатха с вами. Наверное, вы читали эту книгу, многие из вас. Я лично знакомый с этим человеком, но знаком таким образом, что он для меня старший, а я младший для него. У него очень приятная и мягкая речь. Когда он говорит, все замирают, потому что его речь, она обладает уникальной силой смирения. Невозможно никакого сравнения привести. То есть он уникально смиренный человек, уникально смиренный. И в личных отношениях я заметил очень выраженную строгость по отношению ко мне. Хотя он в сердце своем очень добрый. Он когда видит меня, подходит, обнимает меня и так далее. Но в личных отношениях он очень строг. Поэтому не факт, что люди смиренные с добрым. Добрая речь — признак чистого сердца. Но добрая речь, которая направлена не в нужное место, а целью ее является просто лезть, — это не добрая речь чистого человека. Это нежное движение змеи. Змея тоже ползет очень мягко, незаметно. Но результат этого движения — это смерть. Это смерть. Понимаете? Поэтому святой человек отличается от обманщика. И обманщик, сильный обманщик — это разумный человек. И святой человек тоже разумный. Но святой человек отличается от обманщика тем, что святой человек во время того, как ты ошибаешься, он проявляет определенный вид любви, который недоступен обманщику. Это твердая строгость, наполненная любовью. Понимаете? Это уникальное свойство возвышенных личностей — быть очень строгими и любить одновременно. Обычные люди или любят кого-то и балуют. Допустим, я люблю своего ребёнка, он мороженого хочет, я не могу ему отказать, я его люблю. Или мы очень строгие с человеком и злые в это время с ним. Того же самого ребёнка, который уже достался своим мороженым, и горло у него постоянно болит. Не дам. Мы очень злые и строгие. Но возвышенная Личность, она отличается тем, что она строгая и добрая одновременно. Вот это недоступно обычным людям. Недоступно. Люди, говорящие святисто, искусно, всегда с приятным обхождением, редко обладают добродетелью человеколюбия. Потому что любовь к человеку настоящая имеет строгую природу. Я нередко замечал, что люди, которые очень нежно и вежливо разговаривают друг с другом в семейной жизни, часто не имеют близких отношений друг с другом всю жизнь. Потому что когда люди говорят только вежливо и обходительно и нежно, это указывает на их воспитанность, светскую образованность. Но не всегда указывают на чистое сердце. Потому что чистое сердце означает, что человек способен говорить строго тогда, когда надо. И способен говорить мягко тогда, когда надо. Он не идет на поводу у банального этикета. Настоящие семейные отношения бывают очень строгими иногда. Очень строгими. Самый жалкий из нас обладает все-таки каким-нибудь даром. И как бы ни был этот дар, по-видимому, внешне зауряден, и составляя нашу особенность, он может при правильном применении стать даром для всего человечества. Самый жалкий из нас человек обладает каким-то даром. И каким бы ни был этот дар, у каждого человека есть свой какой-то дар. Он может быть зауряден даже, по-видимому, внешне. Но именно этот дар составляет особенность человека. Мы говорим об искусности, у нас тема такая. Но только при правильном применении этот дар становится даром для всего человечества. Джон Резкин. Итак, давайте порассуждаем на эти темы. Смотрите, у человека есть две судьбы. Две судьбы у человека есть. Первая судьба — это сделать счастливым себя. И эта судьба называется карма. Мы рождаемся с определенными желаниями. Женщина хочет семьи, детей. Хочет спокойной жизни, чтобы у ней был свой дом. Женщина хочет, чтобы с ней мягко, нежно обращались. Это называется карма. И все эти желания являются рабством для женщины. Она не может вырваться из рамок этих желаний. И эти желания определяют ее ограниченность и ее возможности. И если судьбе надо наказать ее, она наказывает ее очень просто. Она, допустим, женщина хочет близких отношений. Судьба не дает ей близких отношений. Женщина хочет приятного обхождения, судьба дает ей неприятное обхождение. Если женщина хочет покоя из своего уголка, она не дает ей покой уголок. То есть есть разные способы наказать человека, который имеет желание жить вот таким образом. Является ли это особенностью человека? Нет. Все женщины хотят теплого отношения, все женщины хотят близких отношений, все женщины хотят своего уголка, все женщины хотят детей и так далее. Является ли это чем-то особенным? Нет. Это называется кармой. Некоторые люди думают, а это и есть моя миссия – хотеть детей. Это и есть моя миссия – построить дом себе. Это и есть моя миссия – получить нежное общение, получить себе мужа, получить комфортные условия. Это и есть миссия моей жизни. Нет, мои хорошие – это не миссия жизни. Это то, что является обычной вещью. Так действует карма. Каждый мужчина хочет, чтобы его уважали. Каждый мужчина хочет иметь высокий статус в обществе. Каждый мужчина хочет быть сильным. Каждый мужчина хочет подчинить себе женщину и детей. Каждый мужчина хочет быть храбрым. Каждый мужчина хочет иметь такие отношения, чтобы все остальные его считали очень сильным, разумным и так далее. Каждый мужчина хочет, чтобы женщина смотрела на него сверху вниз, снизу вверх, вернее. Так? Каждый мужчина этого хочет. Если мужчина говорит, это моя миссия – подчинить себе жену. Это не миссия. Это карма. Каждый мужчина хочет подчинить себе жену. Это не миссия. Моя миссия – добиться высокого положения в обществе. Это не миссия. Это то, что действует через тебя, как твои желания просто, и все. Это обычная вещь. А что же тогда миссия? А миссия – это другая судьба. Не та, которая действует обычно в человеке. А миссия – это другая судьба, которая идет от Бога. Есть другая судьба в человеке, которая идет от Бога. И она не просыпается сама по себе. Желание семьи само просыпается у женщины. Желание достичь чего-то в жизни, стать уважаемым человеком, само просыпается в мужчине. Это не надо как-то активизировать. Для этого не нужно дополнительное знание. Это само по себе просыпается в человеке, если он хоть немножко уважает себя как личность. Если женщина не уважает себя, она не хочет быть красивой. Это не значит признак, что она себя не просто не уважает, и все. Обычное уважение женщины к себе – это быть красивой. Обычное уважение мужчины к себе – это добиться чего-то в жизни. Если он себя не уважает, значит, он ничего не добивается. Но что же такое другая судьба, которая от Бога? Что же это такое? А это та сила, которая приходит через старших. Сам человек чаще всего не может себе это открыть. За редким исключением. Допустим, не каждая женщина может заботиться о нищих детях, как это делала мать Тереза. Не каждая женщина способна радовать своим пением людей. И пением, не просто развлекательным, а нравственным пением, возвышенным пением. Не каждая женщина на это, возможно, способна. Не каждая женщина способна сочинять возвышенные стихи. Не просто стихи, которые вызывают балдеж и радость, а возвышенные стихи. Не каждая женщина на это способна. Для этого нужно направить. Есть женщины, которые имеют способности писать стихи, но писать стихи, которые будут угодны совести человека, не каждая женщина может. Не каждая женщина может стать такой учительницей, которая бы воспитывала святых людей. Для того, чтобы она стала такой учительницей, у нее должен быть учитель, который ее направит в эту сторону. Есть много учителей хороших, талантливых, и которые могут воспитывать детей, но воспитывать возвышенных людей не каждая женщина может. Для того, чтобы она это смогла сделать, для этого нужно, чтобы у ней был старший наставник, который направит ее на правильный путь. У каждого человека есть такая способность, которая может дать людям величайшее благо. Эта способность называется даром. Как, допустим, некоторые люди говорят, «А у меня знаете какой дар? Я могу много кушать. Это не дар. Или я могу сладко спать. Или я могу сексом заниматься по три часа. Это не дар. Это то, что может помочь только тебе самому. Но дар означает то, что поможет человечеству, людям». Вот это дар. И знаете, о чем здесь говорится? Это абсолютно истина. Этот дар есть у каждого человека. Вопрос заключается только в том, что не каждый человек идет путем миссии. Большинство людей живут для себя, идут путем кармы. Одни люди идут путем кармы и просто сильно хотят быть счастливыми. А другие люди побеждают это желание в себе и сильно хотят сделать счастливыми других. «Но ты был неправ, ты все спалил за час, и через час твой огонь угас, но на земле стало всем светлей». Вот об этих людях поется. Понимаете, о чем я говорю? Ну, то есть такие люди, они отдают свою жизнь, они жертвуют собой. И это называются миссионеры. Такие люди имеют необыкновенное счастье в сердце, потому что, когда человек добивается того счастья, которое приходит к нему по судьбе, он попусту тратит свое время. «К нам всегда приходят радости, когда их ждешь. И ручей наполнен радугой, и горьких слез». При чем тут вообще горькие слезы? А вот при чем. Надо понять такую вещь, что пашешь ты, как ишак, или просто работаешь, потому что надо кормить семью. Ты должен знать, что богатство в твою жизнь придет все равно в свое время. И в свое время ты его начнешь терять. только если ты пашешь, как ишак, то ты можешь больше заработать богатство, которое должно прийти в свое время. И это богатство, которое ты лишнего заработал, оно заберет у тебя здоровье, свободное время, отношения в семье, потому что некогда будет общаться, отпуск, который ты должен потратить, духовное развитие, некогда развиваться духовно. Оно заберет у тебя также твой интеллект, потому что, когда человек пашет слишком много, он тупеет от этого. Это излишнее богатство также заберет у тебя здравый смысл, потому что ты будешь думать, что вот столько денег тебе положено по судьбе, и ты на них будешь рассчитывать, не зная, что когда придет время терять богатство, ты потеряешь не столько, сколько тебе положено, а столько, сколько ты заработал. Это тайна, которую мало кто знает. Поэтому люди, которые упахиваются ради того, чтобы разбогатеть, они на самом деле просто изнашивают свою жизнь. Если человек все свои творческие силы, весь твой потенциал направляет в сторону удовлетворения своих желаний, этот человек просто разрушает свою судьбу, потому что судьба имеет такое свойство, оно как качели. Если ты посередине качели находишься и работаешь столько, сколько нужно в жизни, отдыхаешь столько, сколько нужно, тратишь время на личную жизнь столько, сколько нужно, ты ведешь в балансе, не туда, не направляя качели, не сюда, то ты счастлив. Ведь правда быть счастье, когда у тебя есть свободное время жизни? Пришел, отдохнул. Счастье, когда у тебя есть возможность пообщаться с друзьями. Счастье, когда у тебя есть возможность спокойно относиться к своим финансам, не париться. Так? Это же счастье. А несчастье, когда ты, ааа, мне не хватает денег. Это несчастье. Как вы думаете, вот бывают такие люди, которые очень бедные по природе, но они счастливы. Человек в деревне живет, ему не надо, он такой счастливый, у него там есть чуть-чуть покушать, коровка есть там, он не парится, такой счастлив. Есть такие люди? И мы их считаем какими людьми? Недалекими людьми. Глупцами. Живут в какой-то деревне зачуханной. Нет, чтобы жить в Риге. Чего он там делает, в этой деревне глупец? Почему он радуется этой земле, этой корове? У него ничего нет в жизни. Не может себе позволить джинсы, там еще что-то, айфон пятой модели. Не может себе позволить, глупец. Хорошо, глупец, давайте рассуждать дальше. А к чему стремятся богатые люди? Где они хотят жить? На 25 этаже? К чему они стремятся? К тому, чтобы жить в деревне. Богатые люди стремятся к тому, чтобы жить в деревне. И самые богатые люди к чему стремятся? Чтобы жить в деревне, еще поменьше работать, чтобы за них работали их подчиненные. А самые богатые из них стремятся еще в свободное время что-то делать на огороде, потому что общение с землей – это счастье. И также у них появляется хобби завести себе коровку и с ней общаться также. Получить счастье от отношения с коровой. Так зачем так париться, чтобы это все иметь? Потому что можно иметь просто так все, без всякого напряжения. Просто иди, общайся с коровкой, с землей. Самое большое счастье – это природа. Люди не знают этого. Но причем есть богатые, которые вообще не врубаются в эти вещи. Например, сейчас культура такая развивается, что люди просто не понимают, что инфракрасные лучи, которыми мы греем себе тело, они в тысячу раз хуже, чем просто обычное солнце. Обычное солнце. Вместо того, чтобы пойти на солнце, люди идут под эти лучи и портят все тем самым здоровье. Потому что самое лучшее лечение – это просто солнце. Самое лучшее лечение – это просто лес. Самое лучшее лечение – это просто воздух, просто вода, просто обычная пища, выращенная на земле, а не пища, в которую что-то там надобавляли. Все, что добавляется к пище – это всегда плохо. Пища, когда без добавок – это всегда хорошо. То, что сделано Богом – это приносит счастье, здоровье, радость, процветание. Но то, что сделано Богом – это проще всего. И доступнее всего, когда ты живешь рядом с Богом. Потому что в городе, особенно в Москве, свежее молоко не достать. Хоть ты миллионер, хоть ты кто. А в деревне вот она, коровка. Надоил, вот она молочко парное. Оп, попил. Раньше пели об этом много песен. А я лягу, прилягу, край любимой сторонки. Такая белорусская песня. Ну, то есть, человек радуется в природе. На дальней станции сойду. Трава по поездам. И без меня обратный скорый-скорый поезд растает где-то в шуме городском. Классно? Ну, понимаете, люди, которые стремятся к богатству, очень сильно заточены на деньгах, они и могут расслабиться в лесу. Они резко на джипах приезжают в лес. Они там видят лес, нет? Нет, они там сразу шашлыки, дров наломали, костер развели, нажрались, шашлыков поели, телевизор посмотрели, поехали назад. Они могут просто вот в лесу идти, смотреть на лес, думать о птицах, о природе. Унылая пора, очей, очарований, приятна мне твоя прощальная краса, люблю я пышные природоувидания, багрецы золота, одетые леса, багрецы золота, одетые леса, в их сенях ветра, шум и свежее дыхание. Может, человек на джипе приехал, такой раз, унылая пора. Мне когда, блин, какая унылая пора. Надо быстрее пожрать, шашлыков поесть, телевизор посмотреть и назад. Человек, который очень сильно напряжен в деятельности, он не может расслабиться. У него нет никакой возможности чувствовать природу, чувствовать жену, чувствовать своих детей. У него нет никакой возможности жить счастливым. Почему? Потому что он вышел из обычного хода событий. Счастливая жизнь означает работать столько, сколько надо для жизни. Теперь вы скажете, я не могу так жить, мне на обычной работе не хватает, просто, чтобы прокормить семью. Что это значит? Это значит, что у вас не хватает денег, у вас не хватает образованности, духовного образования. Сейчас вам открою секрет развития личности. Внимательно слушайте. Смотрите, на самом деле, когда человек развивается духовно, когда он молится, что первое он получает в свою жизнь? Самое первое, что приходит в его жизнь, самое первое? Покой к нему приходит сначала. То, чего не хватает любому человеку. Он бац, успокоился. Денег нет, а ему хорошо. Представляете? Засада какая, а? Мы ради этого покоя, там, дом себе, чтобы спокойно жить копили. Он помолился чуть-чуть, гад такой. Опа, ему хорошо. Следующее, что он получает? Знания он получает. Ему не надо там аналитикой заниматься, там, деньги считать, какие курсы выше, ниже. Ему Господь в сердце дает знания. Вот туда, в тот банк вкладывай. Все будет хорошо. Я помню, как только начал заниматься духовной практикой, я жил в Тольятти, и у меня были небольшие сбережения, и я узнал, что есть три фирмы, которые, если положить, то через два года можно получить однокомную квартиру. И я начал молиться, как бы, и прихожу в одну фирму, помолился, Господь из сердца говорит, сюда не клади. Хотя эта фирма имела самый большой рейтинг. Пришел во вторую, смотрю, тоже сюда не клади. А в третью, ну, можешь положить. Но будут трудности. Я думаю, ну, ладно, все равно деваться нет, нужна квартира. Положил эти деньги, и пришло время, не дают квартиру. Ну, я там с ней пообщался, и они мне не дали новую квартиру, но дали квартиру. То есть, понимаете, в это время эта квартира уже в пять раз дороже стоила, чем я деньги, которые вложил. А потом, Бог дал ее возможность обменять на гораздо большую. Без напряжения. Просто само собой. Почему так происходит? Потому что Бог в сердце дает знания. Когда приходит время, ты получаешь жилплощадь. Когда приходит время, ты получаешь еще что-то в жизни. Давайте проведем статистику. Вот кто из вас, женщины, очень сильно хотел выйти замуж, прилагал огромные усилия и вышел замуж. Вышла замуж. Поднимите руку. Ну, не бойтесь, не стесняйтесь. Одна, две. Ну, наверное, вы стесняетесь. Здесь очень стеснительные люди. А кто из вас, вот само собой, просто пришло время, и как-то само собой замуж вышла. Поднимите руку. Смотрите, гораздо больше людей. Кто из вас огромные усилия прилагал, старался, сражался и получил квартиру? Поднимите руку. А кто из вас, вот просто само собой, пришло время и въехал в квартиру? Ну, пришло время. Вот, смотрите, гораздо больше. Остальные все воздержались. Просто это стеснительность, это свойство западных людей, свойство латышей стесняться, не сильно показывать какие-то вещи интимные. Нормально, это хорошо. И так, мы видим, эта статистика везде работает одинаково. Мы видим, что есть такие люди, которые сражались и получили квартиру. Но в основном квартира приходит, когда приходит время на это. Само собой, приходит время, приходит возможность иметь жилье. Само собой, происходит. Все это знают, что так вот у меня получилось. Если это так, сейчас мы увидели эту статистику, зачем тогда так сильно мучиться ради этой квартиры? Тем более, что когда человек сильно мучается ради нее, это очень опасно, потому что он вообще может все потерять. Есть такие законы. Например, если ты увидел дешевая квартира, у тебя возникла сильное желание немедленно купить или ее кто-то другой купит, надо быстрее покупать. Веды говорят, неблагоприятно. Там точно засада, там действует карма. Через жгучее сильное желание действует карма. Теперь второй вариант. Есть квартира и в сердце как-то спокойно, ты думаешь, надо купить. Она не сильно хорошая, не сильно плохая, нормальная просто. Или я хочу выйти замуж, блин, такой классный человек, ну вообще вот, вообще, сердце стучит. Неблагоприятно. Я хочу выйти замуж, хороший человек просто, хороший человек. Хороший, нормальный, спокойно, в сердце спокойно. Не стучит, спокойно в сердце. Выходи. Видите, серединный путь самый главный в жизни. Он является золотым. Если человек отклоняется в сторону безделия или чрезмерной занятости, он нарушает естественный ход жизни. Как же сделать так, чтобы у меня было больше денег? Веды говорят, что когда человек молится, первое, получает спокойствие, второе, знание, а третье, очищение своего характера. И вот это третье, когда человек в молитве достигает очищения характера, вот тогда его статус в обществе повышается само собой. Потому что, согласно ведическому знанию, для того, чтобы быть богатым, для этого не нужно много работать. Для этого нужно просто иметь высокий статус в обществе. Высокий статус в обществе достигается тем, что человек просто работает над собой. У него улучшается характер. Вот представьте, человек работает на заводе, он занимается молитвой, У него улучшается характер. Начальник увидит, что он более ответственный человек, более внимательный, более честный. Увидит или нет? Конечно, сразу увидит такие люди просто на расхват. И он говорит, все, мастером цеха будешь. Дальше молится. У мастера цеха тоже есть свой начальник. И он видит, что этот человек более верный, более преданный, более серьезный, более ответственный. Он думает, так надо его ставить уже дальше, выше. И бац-бац-бац, он уже там до директора завода дошел. Почему? Качество личности так работает. Кто такой начальник? Это тот, кто, если он не дурак, конечно, тот, кто видит, у кого лучше качество личности, а у кого хуже. Вот, допустим, кто из вас является начальником? Поднимите. Я чувствую, не так давно на лекции ходите, смотрят на меня критически. Это хорошо. Потому что это даст возможность нам общаться трезво. У меня к вам вопрос. Вот у человека три высших образования. Но он имеет такой, знаете, не очень хороший характер, вызывающий. Второй вариант. У человека обычное образование, но у него очень хороший характер. Он человек хорошего характера. Кого вы возьмете из этих двоих на работу? Второго. Очевидно ведь, правда? Его можно обучить, потом он станет специалистом. А первого уже все, он потерянный. Три высших образования не бывают. Три высших образования не бывают. Высшее образование одно, остальное это все не бывает. Хорошо. Хорошо, спасибо за дополнение. Все правильно. Так или иначе, идея в чем заключается? Я тоже старший, у меня тоже есть коллектив. Я заметил, что если у человека хороший характер, его можно выучить со временем. Он станет также и специалистом. Но если у человека нет хорошего характера, хоть он всем пядей во лбу имеет, он нестабильный. Допустим, в предприятии спад какой-то хуже стало, ему уже невозможно платить столько денег, сколько раньше. Раз его смыло, он ушел туда, где получше платит. А люди с хорошим характером остаются с тобой. Они верные, понимаете? Ну то есть на них можно полагаться. А особенно специалисты серьезные, на них держится все в жизни. Если, допустим, одного потерял, все рушится. На них все держится. Эти люди должны быть верными. А верность означает самое главное проявление качеств характера. Это первое, что приходит человеку в жизни во время молитвы. Сначала он становится верным человеку. А потом уже дальше остальные черты характера развиваются. Верным означает вера. Веру получает, становится верным. Неверующий человек, неверный человек. Видите, таким образом, есть очень правильный и легкий путь достижения успеха в жизни. Это путь развития в себе духовных качеств. А именно этот путь и приводит к выполнению миссии. Потому что, когда человек начинает развивать все духовные качества, в какой-то момент он обретает знание о своем даре. Он обнаруживает в себе дар, который Бог ему дал. Уже до этого он не знает этого дара. У него нет идеи. Что у него за дар? У меня так в жизни произошло. Я был таким невзрачным человеком. То есть у меня семья, родители простые люди. То есть у них нет высшего образования. Они просто работали. Мать по поварам, отец просто на заводе работал. Я когда поступил в институт, у меня не было денег учиться. Возможности не было. Я подрабатывал сторожем, дворником. Но у меня всегда было в сердце желание помогать людям. И было, когда в свободное время я постоянно приходил и лечил людей. Там, как мог. Точки нажимал всякие там. Пытался массаж делал. Ну, что-то там вытворял. Вот что понимал, то и делал. Ну, как мог, короче, лечить. И на человек попался. Он так... И всегда рассказывал, как правильно жить. Вот лечил и говорил все время. Рассказывал то, что знал. А знал то, что сам делал. Что-то научился делать, раз, другому рассказал. И человек меня слушал. Он тогда был в научно-исследовательском институте подшипников. Ну, какой-то должность занимал. И он лечился в клинической больнице. Я был студентом четвертого курса молодым парнем. И был тогда 21 год, где-то 22. И этот человек слушал меня, слушал. И потом говорит, ты все правильно говоришь. Но у меня есть подчиненные, которые должны знать, как правильно жить. Они должны знать о здоровом образе жизни. Поэтому здесь недалеко, вот буквально пару километров отсюда, есть институт подшипников. Там я соберу 30 человек, и ты должен прочитать лекцию выше. О здоровом образе жизни. Я сначала отказался. Я испугался, отказался. Я был молодым парнем. Мне очень трудно было это принять. Что ты должен кому-то лекцию взрослым дядям читать. Вот. Но он настаивал. Он настаивал. И когда я пришел лекцию первую читать, у меня колени подкашивались. Мне так было тяжело, невыносимо просто психически. Я это состояние помню. Мне было страшно тяжело. У меня смотрело много людей. Мне казалось. И знаете, потом разговорился, как-то разговорился, меня понесло. Уже конкретно. Люди с моих слушают. Вот до сих пор лекции читаю. Почему так произошло? Потому что Господь дал путь, показал. Через человека он раз, путь открыл. Миссию открыл в жизни. Понимаете? Это по милости Бога все происходит. Но я к тому времени уже с 12 лет занимался самосознанием. Я аж с детства этим путем шел. И поэтому уже к 22 годам я уже начал делать то, что потом стало миссией в моей жизни. Понимаете? То есть идея в чем заключается? В том, что самый жалкий человек, такой, как я, очень жалкий человек. Я был несчастнейшим человеком в жизни. Потому что у меня родители постоянно ругались. Отец пил. У меня была несчастная жизнь. Вообще ужасная просто. И поэтому я начал заниматься как-то, работать над собой. Чтобы хотя бы что-то в жизни сделать, вырваться из этих тисков в жизни. Я был страшно очень. Страдал в детстве от этого всего. Из того, что со мной происходило. И самый жалкий человек обладает каким-то даром. И это является его особенностью, этого человека. Но если правильным путем пойдет этот человек, то это станет даром для всего человечества. Понимаете? Идея в чем заключается? Что этот дар является другой дорогой, которую мало кто из людей выбирает. Потому что дорога должна быть такая. Надо забыть про себя и начать жить для других. Это и есть дар. Вот как определить, что это мой дар? Вот допустим, девушка раз почувствовала, что она может о ком-то заботиться. В это время она забыла, что она не замужем, что у нее нет работы, что там ей плохо. Она просто раз и начала о ком-то заботиться. Это ее дар. Это то, что ей Бог дал для того, чтобы другой, другим путем в жизни пойти, который истинное счастье дает этот путь. Настоящее счастье. Вне судьбы, вне кармы. У каждого человека есть такой дар. Кто-то может что-то лепить для людей в состоянии счастья глубокого. Микеланджело по 14 часов долбил мрамор. И такое счастье принес человек, что до сих пор все смотрят и радуются. Хотя много же людей работает по мрамору, но смотрят на статуи Микеланджело и радуются. И он отжил до 90 с лишним лет и не болел вообще. Работал по 12 часов, дышал мраморной пылью. Мраморная пыль является ядом, уничтожающим нервную систему. У него все было нормально с нервами. 90 с лишним лет не каждый проживет, не болея. Понимаете, о чем я говорю? О том, что когда Бог человека ведет, человек обладает огромной силой. Но когда человек живет ради своих интересов, и невозможно жить для своих интересов уравновешенно, все равно затянет, понимаете. Если ты живешь для того, чтобы строить дом, это стало целью твоей жизни, тебя все равно засосет, и ты будешь пахать, как и шаг, ради этого дома. Понимаете, если ты живешь для того, чтобы найти себе мужа, то тебя затянет, ты постоянно будешь думать, постоянно об этом мужа, где же его найти. И от этого нет никакого выхода, это просто капкан. Если человек хочет, допустим, высокого положения в обществе занять, он постоянно будет этим болеть. И рано или поздно он начнет унижаться, взятки давать и так далее. Серединный путь, когда человек идет путем кармы, невозможен. Серединный путь возникает, когда вот эту потенцию, желание достигнуть чего-то очень сильного, человек выбирает в направлении своей миссии. Вот когда человек реально начинает жить для других, туда надо всю свою силу отдавать, туда надо отдавать свое желание, там живет твоя безудержность, твое желание бесконечности, вкладывать туда силы, на полную катушку, понимаете, вот там это все. А в жизни, во всем остальном, выбери серединный путь. Работаем не много, не мало, едим не много, не мало, сексом занимаемся не много, не мало, с детьми общаемся не много, не мало, с семьей общаемся не много, не мало. Средний. И тогда человек становится счастлив. Почему? Потому что, когда он миссией своей занимается, у него растет разум, сознание, очищает себя. Чем более возвышенный человек, тем лучше отношения, тем лучше семья, тем лучше работа его, тем лучше развитие его, в том числе и финансовое, в том числе и в обществе, в том числе и здоровье становится лучше, когда человек очищает свой характер. Потому что характер управляет здоровьем. Характер принадлежит уму, это энергия ума. Характер хороший означает много энергии счастья в уме, а именно энергия счастья управляет здоровьем человека. Поэтому человек получает и здоровье, и развитие, и средства, благодаря тому, что он вкладывает свои силы в свою миссию, А миссия его очищает. Вот, допустим, стать здоровым человеком – это миссия человека или нет? Нет. Это тоже вид погружения в себя. Высоцкий смеялся над этим. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движение. Там, как совершаем бег на месте. Бег на месте до изнеможения. Почему он так пел? Я никак не мог понять сначала. А потом я понял, что когда человек верит в здоровый образ жизни, он не может 100 наклонов просто сделать. Если он сделал 100 наклонов, ему хочется 110. Потому что он может больше. Когда он делал 110, ему хочется 120. Если он пробежал 5 километров, ему потом 6 хочется пробежать. Потому что это его цель жизни. Душа по своей природе всегда должна умиличивать свое счастье. Понимаете? Она не может остановиться. Если цель жизни – кросс, значит, я буду сначала 5, потом 6 километров. Я на себе это испытал. У меня как-то целью жизни было закаливание. Я сначала 5 минут в проруби сидел, потом 10, потом 15, а потом суставы начали отваливаться. И голоданием я когда-то доголодался, то у меня начало вот так колбасить. Почему? Потому что это не может быть целью жизни. Секс не может быть целью жизни. Потому что он становится уже извращенным сексом потом. Человек не может остановиться. Здоровый образ жизни не может стать целью жизни. Работа над собой не может стать целью жизни. Цель жизни всегда – это деятельность для других. В этом природа души. Душа не может быть счастлива, живя для себя. Или в разных аспектах не имеет значения. Только жизнь для других означает настоящая жизнь. Я не мог научиться вставать рано. Вот встаю для здоровья рано какое-то время, бац, потом не могу. Я не мог понять почему. Но только когда я начал для Бога вставать рано, для того, чтобы служить Богу, я всегда начал вставать рано. Потому что душа может быть стабильной и счастливой, живя для других. Мать, когда живет для своего ребенка, она не болеет. У нее нет никаких проблем. Когда она перестала жить для ребенка, начала болеть. Появились проблемы. Почему? Душа должна жить для других. Когда мужчина заботится о своей семье, он сильный, выносливый, крепкий. Неком заботиться – капец. Стал стариком. Понимаете, о чем я говорю? Душа не может жить для себя нормально. Это приводит к разрухе. Поэтому карма или желания, которые двигают нами, не могут быть нашей миссией. Это то, что нас разрушает. И это очень и ясно, и понятно тому, кто изучает эти законы. Допустим, если девушка сильно хочет выйти замуж, как она выглядит? Она очень румяная, красивая? Свет мой зеркальца скажи и всю правду доложи. Кто на свете всех светлее и румяней? Там красивее? Если человек постоянно, девушка, хочет выйти замуж, это чувство ее сжет изнутри. Она будет красивая. Она будет на мужчин смотреть с чувством собственного достоинства. Ее улыбка будет непривязной такой. Она будет такой, чтобы манила, заманчивой. Ее лицо будет свежим, как лесные цветы. Нет, она будет несчастной. Когда она увидит, что мужчина на нее посмотрел, она сразу... Она не станет привлекательной от этого взгляда. Она станет волнительной. «Ой, ты дурочка моя, труба дурочка!» Мультфильм один был такой. «Да чего же исхудала фигурочка! Я заботами тебя охвачу! Ничего я не хочу!» Видите, как работает система? Сильно хочется замуж, шансов нет выйти замуж. Привязанность, привязался человек к этому. Застыл в этом желании. Все, до свидания за мужество. Почему? Потому что не работает нормальной системой. Для того, чтобы выйти замуж, нужно выглядеть для мужчины так, что ты им не интересуешься. Надо улыбаться ему и показывать ему, что таких, как ты, много. А я одна. Хотя на самом деле все наоборот. Что же делать девушке, если ей надо выйти замуж? Если для нее выйти замуж, это фактически начать нормально жить. Что ей делать тогда? Ей надо принять прибежище от своего желания у Господа. Ей надо начать молиться Богу. Начать всем служить, помогать, заботиться обо всем. Как только она начнет свои женские качества применять в жизни, начнет дарить подружкам пирожки, улыбаться, звонить всем, успокаивать. Говорит, и ты выйдешь замуж, и ты выйдешь замуж. Все у вас будет у всех хорошо. Не волнуйтесь. А всех заботиться, всех успокаивать, забыть про себя. Помните «Золушка» фильм «Золушка» такой старый? Она думала о себе? Нет, а другие дочки думали? Постоянно думали о себе. Кого замуж взял принц? Золушку взял. Почему? Потому что она… Она бегала постоянно, заботилась обо всех. Она румяненькая, была красивой из-за этого. Женщина становится румяненькой и красивой, когда она заботится. Думает о себе, она сразу такая… Но это еще не самая большая проблема. Самая большая проблема, чтобы выйти замуж, нужно мужчину довести до кондиции. Нужно держать его на расстоянии. А если женщина хочет выйти замуж, она не может его на расстоянии держать, а вдруг сорвется. Рыбка сорвется. Настоящий рыбак, он выжидает поклева. Клюет, он не трогает удочку, ждет. А если большая рыба клюет, она клюет и потом ведет. Она не заглатывает сразу червяка, она его тащит. Чувствует, что он чему-то привязан, надо его оторвать. Настоящий рыбак, он в это время, когда рыбка тащит, большая, он отдает. Он отдает. Для того, чтобы она засала сало побольше. Когда она засасывает побольше, он раз ее чуть-чуть подтягивает. Она идет туда, плывет, он чуть подтягивает, но раз, посплыла, ближе. Потом ближе, ближе. Сама не замечая, все ближе рыбка. Но он ее не тянет на себя. Просто держит на нужной дистанции. Улыбается чуть-чуть ей. Чуть-чуть с ней разговаривает. Делает вид, что не нужна, не нужен. И подтягивает ближе, ближе все. Но у нее бы на готове уже сачок. Рыбка большая, нужная, надо сачком вытаскивать. Нельзя ли за леску дергать? Нельзя ему говорить, ты возьмешь меня замуж или нет, в конце концов. За леску дергать не надо. Надо сачком. Сачком означает подвести ему к тому, что он сам делает предложение. Он сам говорит, я думаю, что, наверное, лучше тебе выйти за меня замуж. Она говорит, слово, наверное, здесь не подходит. Подумай еще. Думает, я решил взять тебя замуж. Она говорит, я подумаю. Потом тебе дам ответ. Понимаете? Вот это настоящая ловля крупной рыбы. Но это все возможно только в том случае, если женщина способна быть непривязанной. Понимаете? Если она спит и видит, что он ее возьмет замуж, она не сможет так себя вести. И это не дает возможности ему потом всю жизнь ее ценить. Что мне досталась девушка, которую не было шансов взять вообще. Она такая красивая, на нее все смотрели. И, блин, почему-то вдруг я как-то удалось мне ее привязать себе. Понимаете? Это означает правильное поведение женщин. Правильное поведение возможно только в одном случае, если она постоянно занята. Не собой. Она должна в служении жить, в миссии. Понимаете? У женщины есть миссия, у мужчины есть миссия. Когда человек живет в миссии, он всегда побеждает судьбу. Во всех обстоятельствах жизни он идет серединным путем. Ни много, ни мало. А всегда так надо, как надо. Понимаете? Всегда получает трезвое сознание, трезвое сердце, правильный путь, правильное решение, правильный результат. Слишком много денег вложил – прогорел. Слишком мало – прогорел. А если не думаешь о деньгах, а думаешь о самосовершенствовании, тебе Господь подсказал. Вот столько надо денег кладать. Вот столько, вот столько, вот столько. И бизнес растет потихоньку. Он не может так «жук» и все. Так не бывает. А если бывает, потом опять «жук» и все. Только в другую сторону уже. Потому что деньги эти никогда не оценишь, которые тебе достались очень быстро, потому что ты не знаешь цену себе. Тебе кажется, что у меня опять такие же деньги быстро достанутся. Ты поэтому их быстро куда-то вкладываешь. Потом оказывается, что это просто была игра судьбы. Настоящие деньги всегда достаются медленно, потихоньку. Но верно. Почему? Потому что серединный путь. Потому что ты занят чем-то другим. Ты работаешь над собой, молишься. Бывают, конечно, разумные люди, которые от природы серединный путь выбирают. Но в какой-то момент и они ломаются. Судьба, когда пришпаривает человек, он не может удержаться на позиции разума. Только те люди, которые выбирают не свою судьбу, а миссию, которую Бог уготовил, только они побеждают жизнь по-настоящему. Потому что когда человек занимается деятельностью Богу угодной, то все его внутренние чувства заняты, его характер очищается, его жизнь идет правильным путем. Он очень востребован среди людей в обществе. И в следующей жизни он получает тоже высшие блага. Но найти, узнать свою миссию, дар, который живет в сердце, непросто. Для этого надо делать попытки жить не для себя. Делать попытки изучать. Жить для себя просто. Любая собачка знает, как сексом заниматься. Это не надо изучать. Сейчас придают этому значение. Надо детей обучать, как сексом заниматься с четырех лет. Там вчера постановление писали. Зачем их об этом обучать? Собачек никто не обучает сексом заниматься. Они понюхали, понюхали, раз, раз пошло. Все нормально. Зачем обучать? Все нормально, это не проблема. Это то, что само собой получается. Обучать надо человека отказываться от желаний. Вот этому надо обучать. Потому что именно это дает победу над судьбой. способность не идти на поводу своих желаний. Вот этому надо обучать. А этому обучать непросто. Это надо ему учиться долго, всю жизнь. Это глубокое знание очень. Итак, мы с вами поизучали, поговорили на тему искусности. То есть первое, что мы поняли, что искусность настоящая, это не то, что ты рукодельничаешь там, или рисуешь там, поешь. Это то, что действительно человеку дается по судьбе. Настоящая искусность означает эту деятельность посвятить Богу, чтобы она приносила пользу людям, чтобы она нравственность давала. Есть же разные песни, можно по-разному петь. Я не жалею ни о чем, осел фундамент крепок дом, а все, что создано трудом, то мне дороже. Видите, здесь есть Бог. В этой песне уже есть Бог чуть-чуть. Есть другие песни без Бога. Там тоже есть талант, способности, сила внутренняя, но толку никакого нет для людей. Светки Соколовы, день рождения, и сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравление и красивый розовый букет. Розовый, розовый, цветки Соколовы. Ну и что? Дальше-то что? От этого ничего у людей не изменилось. Спел, капусту сорвал и пошел дальше. Понимаете, о чем я говорю? Это не миссия. Талант есть, способности есть, толку нет. Когда человек спел что-то важное, возвышенное, нравственное, чистое, светлое, в этом есть толк для людей. Это очищает сердце, дает знания. Стихи, которые связаны с Богом, как-то хотя бы косвенно, допустим, стихи о возвышенной природе, чистые, светлые, остаются в памяти человеческой навсегда. А все, что связано с развлечением, оно уходит из памяти. Оно не нужно. Нравственное все остается, безнравственное все забывается. В этом искусность, чтобы посвятить свою деятельность Богу и пойти вот этим вторым путем, который незаметен в человеке. Обычно нам хочется идти первым. Второй путь надо развивать себе усилиями. Надо искать тех, кто может помочь мне разобраться в этом во всем. Это труднодостижимая вещь. Это тайна. Но когда человек открывает себе дар, вот этот Божий, его жизнь становится тем, что Бог от нас ждал. Потому что у нас есть два ожидания, когда мы рождаемся. Господь в сердце ждет от нас, чтобы мы шли путем миссии, а карма ждет, чтобы мы ее путем шли. Чаще всего побуждает карма. Но если человек выбирает путь Бога, он становится блестящим человеком, возвышенным, нужным людям. Это редкие возможности, редкие дары. Но это и есть смысл и цель человеческой жизни. Выбрать этот редкий путь. Путь жизни нет для себя. Даже когда человек начинает этим путем идти, его способности начинают открываться. Часто молодые люди меня спрашивают, ну чем мне заниматься в жизни? Мне ничего не хочется делать. Я им говорю, а ты просто делай то, что люди от тебя хотят. Вот спроси, чем тебе заняться? Ну, допустим, им говорят, мешки разгружать. Вы хотите от меня, чтобы я мешки разгружал? Да. Мы можем тебе за это заплатить деньги. Иди, разгружай мешки. Разгружаешь, потом почувствуешь, что тебя захотят еще чего-то получше. Тебе больше нравится. Делай это. Не сиди дома. Не мечтай. Просто иди и что-то делай, что от тебя хотят. Придет время, ты будешь делать то, что надо, то, что Бог от тебя уже хочет. Ты сдашь все свои экзамены и начнешь делать то, что надо. Вот и все. Это же очень просто. Надо просто действовать. Женщина не должна сидеть, мечтать, думать, блин, когда я замуж выйду. Действуй как женщина. Заботься обо всех. Люби всех. Радуйся всем. Служи всем. Забудь про себя. Как забудешь про себя, стечки сразу станут румяными. На лице появится приятная улыбка. Здоровье станет хорошим. И мужчины начнут смотреть. Все будут смотреть на тебя. И ты будешь выбирать потом. Этот мне не подходит, этот не подходит, этот посмотрим. Подтверждение. Спасибо. Вот у нас есть человек здесь, у которого есть миссия в жизни. Это Лена Бычкова, которая меня пригласила. И вот у нее миссия такая. Она хочет на природе развить такой образовательный центр, в который бы люди приезжали, отвлекались от своих дел. И там бы погружались в духовную практику. Этот центр называется Свет Гривос, культурно-образовательный центр. И те, кто хочет ей помочь, можно подходить к ней и предлагать свою помощь. Нужно, она говорит, всего 108 человек, которые бы пожертвовали по 100 евро. Спасибо. А? Не важно. Вот рекламная пауза была. Движемся вперед. Итак, мы продолжаем нашу беседу. Сегодня мы также должны поговорить про конфликты, про природу конфликтов и в эту тему погрузиться. Первое высказание. Разница между человеком разумным и неразумным состоит в том, что неразумный человек постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не зависит. Например, о своих детях он жалеет, которыми что-то произошло. Или об отце, или о брате, или о своих делах, которые пошли не так, как надо, о своем имуществе. Разумному же человеку, если и случается, беспокоится и печалится, то только о том, что зависит прямо от него. То есть о том, что касается его собственных мыслей, собственных желаний и собственных поступков. Если же с нами случается какая-нибудь неприятность или мы попадаем в какое-то затруднение, то все мы бываем склонны обвинять в этом других людей или свою судьбу, вместо того, чтобы понять, что если внешнее, от нас зависящее становится для нас неприятностью или затруднением, то это значит, что в нас самих есть какие-то проблемы. А если внешнее, от нас независящее становится неприятностью, то зачем об этом беспокоиться? это происходит, приходит и уходит само собой и пиктит. Это очень важная мысль, она разрушает конфликты в сердце полностью. Если мы сейчас ее освоим, то конфликтов не будет. Может быть, через много лет мы сможем это освоить. Итак, смотрите, мы все разумные и неразумные, все зависит от того, как мы настроились. Важен настрой. Например, если человек волнуется и жалеет о том, что он не может вылечить ребенка, что происходит в его жизни, с его судьбой? Что происходит с его судьбой? Происходит то, что ребенок начинает болеть больше и вылечить его становится тяжелее. Если же этот человек начинает молиться и работать над собой, то даже не леча ребенка, он может его вылечить. Давайте сейчас разберем эту ситуацию. Смотрите, это объясняется следующим образом. У человека есть в сердце связь со всеми родственниками. И в сравнении можно представить, что у нас есть большое озеро в сердце, большой водоем, связанный с нашей судьбой, с нашей личной жизнью. И этот водоем соединен с родственниками. Вода нашей личной жизни перетекает к родственникам, независимо от того, хотим мы этого или нет. Например, я могу контролировать свое волнение по отношению к моему ребенку, если он заболел. Нет. Или по-другому сказать, если мой ребенок начинает плохо себя чувствовать, будет ли моя энергия перетекать к нему само собой, или мне для этого надо усилия прилагать? А? Не знаете, да? Само собой. Вот, допустим, даже ребенок на расстоянии находится, мать знает, что-то не то, начинает звонить. А почему она знает? Потому что ей что-то не то, что-то плохое. Она ребенка постоянно вспоминает. Она звонит, говорит, что с тобой? Он говорит, что-то заболел. Обычное же дело, правильно? Все женщины это знают. Почему так происходит? А потому что, само собой, из нашего озера счастья энергия перетекает к родственникам, когда им она нужна. Наши родственники все пользуются нашей энергией, само собой. И даже жучка, которая живет в квартире, становится родственником, тоже, само собой, пользуется нашей энергией. Если у нее трудности в жизни, допустим, ее закрыли в комнате и не пускают, то сердце само подскажет, что надо встать с постели и открыть жучку, иначе она там помрет от истерики. Ты просто идешь по дороге в туалет и нечаянно вдруг решаешь открыть эту дверь. И жучка выбегает в истериках полных. То есть она попала в беду. Ее нечаянно закрыли в комнате. Но ты сам того не понимаешь, открываешь ее. Я просто привожу обычные примеры из жизни, которые все знают. Это все происходит само собой. Теперь давайте представим себе ситуацию, что я начинаю беспокоиться о том, что мой ребенок болеет. Я не пытаюсь найти лекарства, не ищу лекарства, не пытаюсь изменить ход событий, а беспокоюсь. Чувствуете разницу или нет? Что такое беспокойство? Это нервное напряжение, во время которого разум становится слабым. Человек перестает понимать, что ему делать. Чувства становятся напряженными, силы оставляют человека, и человек становится слабее, чем раньше, не способным принять правильное решение. Понимаете, о чем я говорю сейчас? И причина заключается в том, что он от себя хочет больше, чем может. Вот, допустим, если моя внутренняя сила может помочь ребенку, то я бы даже не заметила, что он болеет. Моя внутренняя сила, он бы заболел гриппом, а моя внутренняя сила бы пришла к нему, его вылечила бы, и все. И я бы даже не узнала, что у него грипп был. Энергия моего озера, счастье перетекла бы и помогла ему. Так часто и бывает. Часто бывает так, что мы даже не замечаем, как мы, отдав энергию близким людям, просто почувствовали себя слабее. Но им помогло, и это само собой все происходит. Но вот если человек, когда близкий человек в беде, начинает катать истерики, то причина этих истерик очень простая. Он хочет больше дать внутренней энергии, чем положено. Называется беспокоиться и жалеть о том, что от нас не зависит. Все, что зависит, уже отдано. Это близкий человек, я уже все ему отдал, все, что зависит. Я могу параллельно делать что-то для него, ходить в магазин, приглашать врача. Для этого надо беспокоиться или нет? Нет. Для этого нужно иметь трезвый, спокойный разум. То есть смотрите, для того, чтобы увеличить помощь человеку, для этого надо сначала успокоиться. Один вариант, мать провожает в армию сына, она говорит, у тебя все будет хорошо. Никто не сможет тебе причинить вред и благословляет его. Говорит, для того, чтобы так было, я буду молиться за тебя каждый день. Она беспокоится в это время? Нет. Она его благословляет в это время. Она применяет внутреннюю силу. Она зависит от того, она действует так, что от нее зависит, делает то, что от нее зависит. Что от нее зависит? Она может благословить ребенка и молиться за него. Это от нее зависит или нет? Полностью от нее зависит. Она может усиливать, увеличивать озеро внутреннее свое, и больше воды будет перетекать. Как его увеличить? С помощью молитвы, с помощью аскезы, голодания, пост, молитва, поклонение святому человеку, посещение святых мест, ходить на службы там и так далее. Много различных способов увеличивать озеро счастья внутреннего. И сразу все наполняются вокруг этим счастьем. Особенно те, кто нуждается в этом очень сильно. Это означает делать то, что от меня зависит. Когда человек так действует, разум становится твердым. Когда разум твердый, он знает, к какому доктору идти, кто вылечит, кто поможет, кто не поможет. Когда человек начинает волноваться, что происходит, все рушится. Ушел из жизни близкий человек. Что делать? Вот ко мне подошла женщина вчера, ушла из жизни, ушел из жизни отец. Единственный близкий человек. Больше рядом никого нет. Что делать? Этот отец, я прямо увидел, стоит рядом с ней и нуждается в ее молитве. Она должна успокоить свой ум и начать каждый день молиться для того, чтобы помочь ему дальше перейти в следующее тело, когда человек уходит из жизни, у него тонкое тело перестраивается. И оно перестраивается за счет энергии родственников. Поэтому ее родственников и колбасит. Они… Почему они плачут? А потому что они не могут дать столько энергии, сколько нужно. Они плачут, потому что они хотят сделать то, что от них не зависит. Они не могут напрямую дать больше энергии, поэтому плачут. Они хотят вернуть назад человека, но это невозможно. Что надо делать? Надо успокоить свой ум, принять события и начать молитву. Когда человек молится, энергия, как только появляется, спокойствие в сердце. Куда она идёт? Близкому человеку, чтобы помочь ему очистить своё существование, чтобы в правильное место потом пойти и помочь ему сдать свой экзамен. Видите, эпиктит о чём говорит? Почему мы страдаем? Откуда конфликты идут? От того, что мы энергию отдаём не туда. Что от нас зависит? Начальник выгоняет меня с работы. Если я пойду к нему в кабинет выяснять отношения, он меня быстрее выгонит или нет? Быстрее. А если я не пойду к нему в кабинет, он быстрее меня выгонит? Тоже быстрее. Что же делать? Если жена уходит от меня, жена уходит. Если я начну её возвращать, что произойдёт? Она ещё быстрее начнёт, сильнее начнёт уходить. А если я плюну и не буду возвращать, что произойдёт? Ещё больше скажут, ну так я тебе не нужна, тогда я пошла, тем более. Ну что же тогда делать? А вот это и есть то, что здесь пишется у эпикета. В это время, когда судьба сильнее твоей силы и тебя колбасит, трясёт, в этот самый момент ты должен перестать что-либо делать внешнее и начать жить внутренней жизнью. Увеличивать озеро своё внутреннего счастья. Озеро становится больше, течёт к мужу, он вдруг вспоминает, что мы, оказывается, друг друга любим. И он как бы хочет уйти, а не может. Он буксует. Буксует, понимаете? Его за хвост кто-то начинает держать. Не может уже уйти. Нет силы. Вы заметили в жизни такое бывает? Хочешь бросить близкого человека, а не можешь. Уходишь и не уходится как-то. Уже всё пошло. Завтра. Почему так происходит? Потому что внутренняя энергия вот эта вот держит тебя рядом. Она не даёт тебе уходить. Она заботится о твоём будущем, что ты не совершал глупостей энергии родственников. Но если жена начинает истерики катать. Ааа, ты от меня хотел уйти. Я никогда тебе этого не прощу. Но если ты никогда не простишь, тогда и пошёл точно лучше. Что с тобой жить? Понимаете, да? О чём я говорю? Итак, разумный человек о чём печалится? Он печалится о том, что мало молюсь. Мало в храм хожу. Мало аскез совершаю. Мало пощусь. Не хватает мне внутренней работы для того, чтобы сыночек стал здоровым. Неправильно живу. Не знаю, у кого его лечить. Нет в сердце у меня знания, чтобы помочь ему. Хочу получить это знание. Буду молиться больше. Буду совершать аскез больше. Буду поклоняться старшим больше. Больше думать о имени Бога. О молитве. О святости. О святом месте. Больше ходить в святое место буду для того, чтобы помочь моему ребёнку. Вот это и есть правильный путь. Как только человек начинает этим путём идти, что происходит дальше? В сердце становится больше покоя. Больше силы. Больше радости. Это значит, что идёт победа, приближается ко мне. Победа приближается ко мне. Всё будет хорошо там в сердце, говорит. Понимаете, о чём я говорю сейчас? Разница между человеком разумным и неразумным состоит в том, что неразумный человек постоянно волнуется и жалеет о том, что от него не зависит, например, о жизни ребёнка, отца, брата, о своих делах, о своём имуществе. Разумному же человеку, если случится, беспокоится, печалится только о том, что зависит прямо от него, то есть о том, что касается его мыслей, желаний, поступков. Всё это связано с молитвой. Мысли улучшаются от молитвы, желания улучшаются от молитвы, поступки улучшаются от молитвы. Или от внутренней жизни. Кроме молитвы есть другие способы внутренней жизни. Допустим, плохо стало, лекцию начал слушать. Стало легче. Музыку духовную включил, стало легче. В храм сходил, стало легче. Спокой в сердце возник. Что это значит? Что значит покой в сердце возник? Это значит, что озеро счастья наполнилось настолько, сколько необходимо, чтобы хватило всем. Почему тебе спокойно стало? Потому что оттуда никто не тянет. Почему никто не тянет? Всем уже хватает. Родственников что от нас надо? Настолько счастья им надо от нас, больше ничего. Они нас мучают. Вот у меня, кроме родственников, есть ещё и ученики. И они меня мучают все. Им нужно от меня только знание и всё. Я разок перед Ригой ехал. Я всегда перед, когда поездка какая-то, я еду в баню сначала. Потому что когда человек распаривается, расслабляется, то легче переносить вибрации самолёта, путешествия. Я всегда еду в баню перед поездкой. И мои ученики организовали мне баню. Они меня везли. И водитель по дороге, я был после работы, я устал. Он начал мне задавать вопросы по лечению. У меня уже сил никаких нет. И он всё больше и больше вопросов задаёт. Я посмотрел на него. Говорит, я чувствую, что ты хочешь от меня получить знание. Он говорит, да, очень сильно хочу. Говорит, получи. Сейчас я тебе дам знание. Знание заключается в том, что ты сейчас меня просто террелизируешь. Потому что если бы ты хотел выучиться, ты бы один вопрос задал, получил ответ, и потом год бы к этому стремился. А ты просто хочешь удовлетворить своё любопытство, и всё. Получил знание. Ну то есть идея в чём заключается? В том, что когда человек поступает правильно, всё в гармонии находится. Он не сможет просто вопросами и ответами получить знание. Знание можно получить так. Узнал что-то, и дальше двигайся к этому. Знание постепенно придёт в сердце. Но слушать лекции почаще хорошо. Не потому, что ты больше знаний получишь, а потому, что ты получишь контакт. У тебя появится спокойствие, удовлетворение. Один человек из Риги мне написал письмо. Написал мне, Олег Геннадьевич, спасибо вам за ваши лекции. Я теперь могу спокойно спать. То есть он лекции включает и засыпает спокойно. Это значит, первая стадия наступила. Человек слушает лекции, и вот из его озера сердца счастья. В это время ручейки начинают течь по всем направлениям. У него нет беспокойства, он засыпает спокойно. Это значит, что жизнь налаживается, понимаете? То есть человек встал на правильный путь. Есть два способа наполнить ручеёк сердца. Первый способ, первый, самый, нужен для тех людей, у которых нет силы победить себя. Это способ называется наполнение. Сначала человек должен наполняться духовно, должен слушать духовную музыку. Через уши входит сила сердца. Сила в сердце входит через уши, потому что уши связаны с разумом. И так человек сначала наполняется. Он слушает лекции, слушает духовную музыку, слушает советы, всё слушает. А потом что он начинает делать? Сам что-то делать начинает. Когда у него появляется вдохновение, начинает рано вставать, начинает правильно кушать, начинает молитву, начинает ездить в святые места и так далее. Появляется возможность действовать. Такой путь. Сначала наполняемся, потом действуем, отдаём. Смотрите, очень важно знать, что когда наступает какая-то беда, всегда больно становится. Эту боль хочется кому-то присвоить. Или судьба моя виновата, я такой несчастный, у меня плохая судьба. Или люди вокруг виноваты. В общем, кто-то виноват. Что нужно делать на самом деле? На самом деле нужно молиться, чтобы принять эту судьбу. Потому что она не случайно возникла в твоей жизни. Она нужна. Просто эту потребность в этом событии ты не знаешь. Ногу отрезала. Это так надо. Надо молиться, надо принять это. Когда ты примешь, ты поймёшь, зачем. Кажется, ну как, ну безумие, Олег Геннадьевич. Ну зачем мне калекой быть? Вы ошибаетесь. Есть всегда два варианта жизни. Один вариант – жизнь безоблачная и пустая. Второй вариант – жизнь с трудностями и важная. Когда Бог хочет по-настоящему позаботиться о человеке, Он посылает ему трудности. Только в трудностях человек развивается. Он не может развиваться просто так. Если надо для развития, чтобы ногу отрезало, значит отрежет ногу. И мы с этим ничего не сможем делать. Бог сам решает, как Он нас будет учить. Потому что когда человек калекой становится, его возможность развивается в тысячу раз сильнее, чем у других. Потому что он не сможет жить обычной, нормальной жизнью просто так. Ему надо стать сначала развитым, сильным человеком. Вот так получилось с Вангой, допустим. Ванга – счастливый человек. Счастливый, но она же слепая. Как можно слепому быть счастливым? Она была счастливейшим человеком. Но она была без зрения совсем. Но она в результате внутреннего развития обрела другое зрение. Она видела лучше, чем мы с глазами. Она видела прошлое, будущее. Видела людей, которые еще не зашли в комнату. Это результат ее победы над судьбой. Понимаете? Она приняла свою судьбу. Если с нами случается какая-нибудь неприятность, то мы попадаем в какое-нибудь затруднение. И мы попадаем в какое-то затруднение, то мы всегда бываем склонны обвинять в этом других или свою судьбу. Вместо того, чтобы сообразить, что если от нас независящие вещи становятся для нас неприятностью или затруднением, то проблема в нас самих. Надо просто успокоить свою ум, принять эту проблему. Мы говорим о природе конфликтов. Сейчас мы разобрали, что такое внутренний конфликт. Внутренний конфликт возникает тогда, когда мы очень сильно напрягаемся в том направлении, которое от нас не зависит. И не делаем то, что от нас зависит. Ребенок заболел, что надо делать? Ты не врач, допустим. Не можешь его вылечить. Что надо делать? Сначала успокоиться. Сначала надо начать молиться. В молитве ты можешь сам даже понять, что с ним делать. Конечно, бывают экстренные ситуации. Допустим, я знаю случай, когда моя мать, у меня сестра, упала с кровати и просто перестала дышать. И моя мать просто интуитивно начала ее трясти, и она задышала. В таких случаях ты вообще не думаешь. Просто действуешь, как Бог послал, и все. Она ни о чем не думала. Она даже не знает, почему она ее трясти начала. У нее не было идеи вообще. Просто так Бог дал, и все. Понимаете? Или я, отец с армии пришел, я взял медаль, мне было три года, ее проглотил. Она застряла в горле, я задохнулся, посинел. Бабушка подбежала, засунула палец в рот и вытащила медаль. Хотя она не знала, что я ее проглотил. Она не поняла, почему так получилось, что она начала, засунула в рот мне палец, и туда лезла глубже, глубже, и выковырила эту медаль. Она не знала. Она видела, что я синий просто лежу. Вот так вот. Это происходит просто само собой. Так действует сверхдуша в сердце человека. Об этом не надо думать. Это на автомате происходит, понимаете? Автоматически все это происходит. Но если автоматически ничего не происходит, ты не знаешь, что делать, тогда садись и молись. Первое, что нужно сделать, успокоиться. Когда человек успокоился, первое спокойствие, второе знание приходит в сердце. Успокоился сразу, бац, понял, что делать. Это внутренний конфликт. Почему успокоение приходит? Потому что твоя внутренняя сила достигла возможности победить судьбу. Твое озеро счастья стало достаточно большим, чтобы наполнить несчастье близкого человека. Все, вот так это работает. Следующие высказания. Мы говорим о природе конфликтов. Если ты заметил в ком-либо ошибку, поправь его кротко и очень мягко, по-доброму укажи ему, в чем он ошибается. Если твоя попытка осталась безуспешной, то дальше вини только одного себя в том, что произошло. Или еще лучше никого не вини, а продолжай быть кротким. У меня к вам вопрос. А почему мы делаем замечания близким людям, когда они ведут себя плохо? Чтобы им помочь? Нет. А в чем причина? А? Конечно, потому что, когда они плохо себя ведут, они портят нашу жизнь, гады. Вот сын, допустим, получил двойку, он испортил мне жизнь. Я говорю, да что? Ты знаешь, как ко мне, на меня учительница теперь будет смотреть? Ты знаешь, что это пятно на дневнике на всю жизнь? Мы не сможем вывести из дневника эту двойку? То есть, о чем я говорю? Я говорю о том, что ты сделал мне неприятно. Больше я ничего не говорю вообще. Давайте теперь разберемся. А сколько, какова вероятность, что эта двойка, которую он получил, произошла от того, что он плохой человек? Вот какова вероятность этого? Сто процентов? Видите, вы мудрые люди пришли сюда. Смотрите, все на самом деле по-другому. Если изучить серьезно эту проблему, то первое, что на самом деле следует знать, это то, что ребенок, получивший двойку, означает, что, скорее всего, этот предмет не его основной. Понимаете, человек всегда развивается как цветок. Он не может цвести сразу всеми цветами. Он цветет только одним. Точно так же ребенок. Он, допустим, может быть только в литературе, допустим, хорошим. Но в математике тогда он не будет хорошим. Но родители на что обращают? Вот, допустим, он по литературе все выучил классно за пять минут, и всегда пятерки. Родители говорят ему, больше читай литературы? Нет. Они ему говорят, читай больше математики, потому что у тебя это не получается. То есть куда они его направляют? Туда, где от него не зависит. Потому что он никогда не станет математиком, и он никогда не сможет ее изучить. Это не его природа. У него нет в структуре его психической возможности одновременно красненький цветочек быть и желтенький. Он будет только красненьким. Если ты хочешь его развить, сделай большой красный букет. Пускай он станет гением в литературе. Если ты его направишь туда. Есть две категории гениальных детей. Одна категория – это дети, у которых разумные родители. Они просто не обращают внимания на то, что двойки по другим предметам. Просто развивают ребенке то, что в нем само развивается. Открывают его природу. Причем развивается не всегда однонаправленно. Один цветочек пошел, ребенок увлекается рисованием. Рисуем. Бац! Перестал увлекаться. Ничего страшного. Куда теперь понесло? Катание на коньках. Хорошо, катаемся на коньках. А потом куда? А потом еще что-нибудь. Типа так, жик-жик-жик, разные веточки. Но потом бац! Одна пошла и не останавливается. Начал чем-то заниматься и уже не заканчивает. Это центральная веточка пошла развиваться. Значит, туда больше сил. Они разумные родители. Они не думают о ребенке. Они думают о себе рядом с ним. Чтоб не было легко жить. Это значит, что он не должен двоек получать. У них нет цели развить ребенка. У них есть цель иметь хорошую жизнь рядом с этим ребенком. Чтобы все преподаватели говорили, у вас хороший ребенок. Он без двоек учится. Понимаете или нет идею? Итак, самое первое, что бросается в глаза, это то, что точно это не тот предмет, в котором ребенку надо развиваться. По литературе двойку не получит. Почему? Потому что это его природа. Ему хочется это изучать. Ему легко. Ну, тройку получит по литературе, если он не выучит. Но вот это не сильно заметно и не сильно печально. А вот двойку, если он получил, значит, в чем проблема? Я не знаю, какая у вас система, может, десятибальная. Я говорю по той, по которой я учился. Двойку получил, значит, это не его предмет, не его. Но можно с ним поговорить на эту тему. Можно сесть рядом, сказать, а что ты двойку-то получил? Но это надо делать очень по-доброму. Смотрите, заметил ошибку? Делай по-доброму, потому что если ты не по-доброму делаешь, разум теряется у человека. Если ты с ним разговариваешь, не по-доброму, и говоришь, ладно, садись, покушай. Бог с ней, с этой двойкой, не обращай внимания. Получил, получил, ничего страшного. Покушай, садись, поел. Ну, давай, садись, давай с тобой поговорим. Училка поставила двойку. Ну, вот я хочу знать, почему она поставила двойку? И он начинает говорить, потому что она плохая. Она не понимает, какой я хороший. Хорошо, так, согласна. А чего она конкретно не понимает? И он такой задумается, говорит, она не понимает, что мне трудно эту математику учить. Я вот сколько мог, столько выучил. Один вариант ответа. Второй вариант ответа. Она не понимает, что я хотел ответить, но не смог. Третий вариант ответа. Она не понимает, что я не люблю эту математику, не хочу ее учить вообще. И все эти варианты ответа одинаковые. Они указывают на то, что это не его путь вообще, это математика. И что надо этому ребенку объяснить? Надо ему объяснить. Слушай, я тебя понимаю. Я понимаю, что тебе трудно эту математику изучать. И она тебе особо не нужна. Но для того, чтобы учительница не придиралась, давай с тобой вместе будем садиться и решать так, чтобы хотя бы троечки были, а не двойки. Хотя бы троечки. И ребенок примет это, он скажет, ну троечки как бы еще можно. А пятерочке как-то совсем тяжело в этом направлении. Но есть еще другие вещи, которые мы вообще даже не знаем, что так бывает. У меня был один случай в жизни, когда ребенок учился нормально по всем предметам, более-менее. Но в какой-то момент перестал учиться. И родители начали думать, так же как учителя, что это плохое общение. Ребенок пошел не туда в жизни. И ребенка начали все долбать. А у ребенка начался плохой астрологический период, который забрал у него все психические силы. У него просто не было сил учиться. И ребенок этот постоянно родителям об этом говорил. Говорит, у меня нет сил это все учить. У меня нет возможности внутренней. Я стараюсь, но ничего не получается. И у ребенка рос стресс. Сама идея, что учить уроки, вызывала вот такую тряску. Когда мне показали эту ситуацию, я сразу понял, что этот человек в плохой астрологический период. Но родителям это доказать не смог. Потому что они твердо были убеждены, что ребенок находится под дурным влиянием. И тогда мне пришлось их заставить пойти к психиатру, который изучил это все и сказал, если вы дальше будете заставлять учиться этого ребенка, то он станет нашим родным. Он у нас поселится на всю жизнь. Он будет нашим уже, а не вашим. Вам всего три месяца, два-три месяца еще его помучать, и он уже наш. Все симптомы налицо. Потому что есть два типа болезней, которые разрушают психику. Одна из них болезнь разума, а другая болезнь ума. Человек может сойти с разума или сойти с ума. Что опаснее, как вы думаете? С ума. Потому что когда человек сходит с разума, ну, спился, скурился, можно все исправить. Можно вернуть его назад. Ум, разум, потому что это подвижная система. Она может туда пойти, сюда. Она постоянно меняется. В ней нет каркаса. А вот у ума есть каркас, который за здоровьем человека следит, за его психическим здоровьем, физическим здоровьем. И если когда человек с ума сходит, то есть у него ум ломается, или трещина в уме возникает, энергетическая, тогда человек уже очень трудно возвращается, годы нужны, чтобы человек в нормальное состояние пришел. Представляете, как опасно доводить человека до того состояния, что он с ума сходит? С ума сходит означает неадекват, получается. Полный неадекват, на голом месте, на ровном. Понимаете, он не соображает, что происходит. Назначает сойти с ума. Когда человек сходит с ума, потом вернуть назад очень трудно. И психиатры говорят, что будут циклы теперь. Он периодически будет вылетать из ума. Обычно в весенний-осенний период это происходит. Это очень опасно, напрягать детей до такой степени, чтобы они с ума сходили. И что сделали эти родители? Они сделали, получив знания о том, что происходит с ребенком. Они освободили его от всякой учебы. И он год не учился. Потом уже, когда плохой период прошел, он догнал всех и нормально закончил школу. На год попозже. Но это же лучше, чем в психушке всю жизнь жить. Правильно? Но я сейчас не об этом говорю. Я сейчас говорю о том, что ребенок получил двойку и пришел домой. И первая реакция – это гнев. И первое, что нужно сделать, нужно сесть, успокоиться, помолиться. И потом подойти к ребенку и попытаться спокойно. То, как говорит Марк Аврелий. Если ты заметил ошибку в своем ребенке, поправь его кротко и укажи ему, в чем он ошибается. Если твоя попытка безуспешна, вини самого себя. И лучше никого не вини, а продолжай быть кротким. Значит, это не в силах твоих. Ты не можешь это исправить. Это не твоя сила. Поговорил с ребенком, ничего не получилось, значит, не беспокойся ни о чем. Просто пускай дальше получает двойки. Это лучше, чем ломать этого человека. Он получает двойки, потому что он не может ничего другое получать. У него нет возможности. Понимаете, о чем я говорю или нет? Это лучше, чем его делать уродом. Есть талантливые дети, а есть посредственные. Знаете, кто такие посредственные дети? Это те демьки, которым психику надорвали учебой. Они не способны чувствовать в чем-то интерес, потому что их интерес убили, заставляя их делать то, что им неинтересно, вновь и вновь, вновь и вновь. Разум движется в сторону интереса. Для того, чтобы разум двигался в сторону интереса, человек должен находиться в спокойном состоянии. Его не надо трекировать. Говорит, ты должен это делать, должен это делать, должен это делать. Он с ума сойдет от этих мыслей. Надо его оставить в покое. Надо ввести в состояние энтузиазма. Творческий процесс должен быть. А это требует колоссального терпения от родителей, потому что, особенно там, где двойки, там очень медленно и незаметно станут тройки со временем, но не пятерки. Человек не может поменять свою направленность в жизни. А лучше вообще об этих двойках не думать, потому что, когда человек растет с середины, то веточки тоже подтягиваются. Если человек сильно вырос вверх, то все остальное тоже подтянется, но поменьше. Но будет нормально уже. А там он будет гений. Понимаете? Но такое развитие ребенка возможно, если родители способны помолиться, успокоиться, посадить его рядом и узнать, что произошло. Не надо его считать в это время врагом. Надо просто понять, почему ребенок получил двойку. И причина только одна. Это его трудность внутренняя, в которой надо разобраться. Эту трудность можно преодолеть, только развивая разум ребенка. Или свой. Одно из двух. Чаще всего свой. Тема ясна? Или какие-то вопросы есть? У кого возник вопрос в сердце? Есть такие ли? Да? Я хотел спросить насчет моего ребенка. Он идет в Айкидо. Он в семье. Нормально. Но он сначала очень хотел. Так. С пять лет до семи. А потом, когда уже семь лет, он говорит, что он не хочет. Все? До свидания, Айкидо, значит. Да. Все нормально. Какая-то надо. Вы спросите, что он хочет. Вы лучше не тяните его туда. Оставьте его в покое. Сейчас вы успокойтесь, садитесь. Успокойтесь сейчас. Расслабьтесь. У него сейчас одна веточка подросла. Сейчас проклевывается другая веточка. Но если вы будете думать об этой веточке, то они проклюнятся. Успокойтесь, расслабьтесь. Дайте ребенку возможность. Расслабиться, успокоиться. И другая веточка начнет прокляться. Он скажет, я хочу рисовать. Все, идем в рисование, значит. Знаете систему? У него боковые веточки прорезаются сначала. Боковые, боковые. Центральный стебль пойдет позже. Это потом, попозже, где-то 15 годам, он начнет делать то, что уже не остановится делать. А сначала он просто развивается по сторонам. И надо очень спокойно к этому, сдержанно, уравновешенно, смиренно относиться. Понятна система? А то айкидо, айкидо. Самое главное, чтобы айки после не возникло. Айкидо нет проблем. Не нужно, чтобы было последствия какие-то. Пора заканчивать, да? Простите меня. Знаете, мы приняли решение, что завтра, минут за 40 до начала лекции, я буду отвечать на вопросы. Я приду пораньше, и все, кто задал вопросы, я буду отвечать на вопросы. И чуть-чуть от лекции возьму еще, может, минут 10, 15, 20. И мы завтра будем отвечать на вопросы. А потом уже будет лекция. Нормально? Кто хочет? В 5.30 начало лекции будет. Ну, для тех, кто хочет послушать ответ на вопросы. Все остальные к 6 приходят. У меня к вам несколько вопросов. Вам не скучно было сегодня? Я пел меньше сегодня. Это плохо? Больше петь? Хорошо, я буду стараться. Вы сегодня были поактивнее. Были больше связи, обратной связи. Даже мне начали делать замечания уже. Это хорошо. Это значит, что у нас с вами пошел процесс контакта. Сейчас у нас будет пожелание всем счастья. У меня несколько вопросов к вам есть. Во-первых, если кому-то надо домой, не стесняйтесь. Я вас не вычислю, не запомню и не прокляну. Пожалуйста, если надо домой, идите домой. Не беспокойтесь, как бы ни о чем. Не бойтесь. Вы всегда в моем сердце, всегда со мной. Я вас помню, как те, кто благословляет меня на дальнейший мой путь. Все, кто приходят ко мне на лекции хотя бы на 5 минут, это люди, которым я очень благодарен. Они благословляют меня дальше это дело. У меня к вам такой вопрос. Кто из вас вчера во время пожелания всем счастья почувствовал в сердце хорошо, устало, спокойно? Поднимите руку. Спасибо вам. Вы достигли успеха вчера, реального успеха. Поднимите руку те, кто во время пожелания всем счастья поняли, что дальше делать в жизни. Поднимите руку. Есть такие люди? Вы достигли еще большего успеха. Это вторая стадия открытия сердца, еще глубжее прохождение внутрь себя. А те, кто из вас, повторяя, я желаю всем счастья, почувствовали, что вы же думали о святом человеке, о святом месте, почувствовали очень сильную веру и защиту, и победу в отношениях со святостью. Кто из вас это почувствовал? А вот это то, ради чего стоит жить. Вот это и есть победа настоящая. Поэтому я всем вам желаю, чтобы вы смогли достичь этой третьего этапа. Ну, хотя бы, чтобы покой в сердце наступил. Для этого есть только одно правило. Правило такое. Не думайте о себе. Не думайте, я хорошо повторяю, я желаю всем счастья. Так классно повторяю. Я желаю всем счастья. Классно у меня здесь внутри. Не надо об этом думать. Ммм, хорошо, мне нравится. Не надо об этом думать. Мы о чем думаем? Я вспоминаю святость и кланяюсь. Вспоминаю святость и кланяюсь. Как только мне хорошо стало, спокойно, я не думаю об этом. Я продолжаю вспоминать святость. Мне спокойно стало, все, до свидания, хорошо, спокойно, это не моя проблема. Я хочу вспоминать святость и кланяться ей. Я хочу тебе служить, я хочу жить для тебя. Никогда не отвлекаться ни на что. Спокойно стало, хорошо. И продолжаю желать всем счастья, кланяться святости. Потому что энергия счастья проходит через меня, уходит другим людям. Я проводник. Я повторяю, я желаю всем счастья не для себя. И я не могу никак помочь другим людям. Я могу помочь только тем, что я вспоминаю святость, и повторяю, я желаю всем счастья, вспоминая эту святость. Все, больше я ничего не хочу делать. Если мне стало хорошо в сердце, я не забываюсь в этом хорошо. Я вспоминаю опять святость и отдаю. Когда человек хорошо стал, и он опять вернулся к вспоминанию святости, следующее, что произойдет, знание придет в сердце. А когда человек опять не обращает на это внимания, и опять продолжает вспоминать святость и повторяет, «Я желаю всем счастья». Что дальше произойдет, сила придет, твердость, вера придет в сердце. Могущество внутреннее придет. Понимаете, природа души служить. Если мы на свое счастье отвлеклись, служение заканчивается, и деятельность души также заканчивается. Это значит, что мы скупые. Надо пытаться дальше идти. Итак, давайте сегодня попробуем идти дальше. Я желаю всем счастья. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, удачи и всего самого лучшего в вашей жизни. Спасибо вам большое за то, что вы были со мной все это время. Всего вам доброго. Казах. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо.